ой что это у нас тут случилось ну ладно погнали последнее время в основном рассказываем про автомобили массового сегмента который можно встретить на дорогах общего пользования можно прийти купить их новыми в автосалоны но сегодня у нас пожалуй редкое исключение это автомобиль недавно поступил к нам в направлении автомобили с пробегом так как у нас достаточно много салонов и автомобили там поверьте бывают очень разные это toyota gt 86 она же subaru brz она же сион фрс и самое интересное что этой машины просто вдумайтесь 170 тысяч оригинального пробега но самая пикантная фишка заключается в том что здесь до сих пор стоит заводской оппозитный мотор но перед тем как мы с вами начнем знакомиться этим автомобилем и его достаточно интересной истории проверьте подписаны ли вы на канал если нет обязательно подпишитесь и в ссылочке в описании я сразу предлагаю вам выбрать следующего героя рубрики вторые руки давайте сначала пару слов что это за автомобиль потому что если мы снимали веста там принципе ничего говорить не надо было потому что этот автомобиль знает все это по сути 2012 год выпуска сама машина была презентована тоже в двенадцатом году это совместная разработка subaru и toyota по программе обмена опытом платформа здесь по сути глубоко переработаны от subaru impreza здесь задний привод мотор соответственно у нас расположен продольно из интересных нюансов здесь практически идеальная развесовка 53 процента массы на переднюю ось и 47 на заднюю и очень много интересных инженерных решений которые делают каждый километр который вы проводите за рулем этого автомобиля по сути не забываем спереди у нас обычный макферсон но сразу интересное решение что нижние l-образные рычаги они зеркально развернуты сделано это для двух вещей первое для того чтобы освободить большее количество места под силовую установку и второе для того чтобы был больше угол кастеров выдающиеся здесь и аэродинамика коэффициент аэродинамического сопротивления всего 027 идеально ровное днище и как свое время говорили китайцы вернее не китайцы а японцы на эту gt86 действует исключительно прижимающая сила и несмотря на то что мощность этого атмосферного двигателя даже в рестайлинге не превышала 205 лошадиных сил машина способна была развить максимальную скорость почти 230 километров в час конечно это все делалось не просто так японцы для этого шли на всевозможные ухищрения и так называемое читерство и для того чтобы вы понимали глубину погружения в инженерное решение этого автомобиля вот посмотрите на заднюю форточку вроде обычно ничего такого но на самом деле толщина стекла именно у задней форточки для облегчения общей массы автомобиля существенно меньше чем например остекление передней двери и даже в снаряженном состоянии с автоматической трансмиссии как нашем случае масса автомобиля едва превышала тонну 250 килограмм название gt86 тоже неспроста во первых это конечно же отсылка к легендарной тойоте а е86 которая по сути была основоположником культуры уличного дрифта и на самом деле у этого автомобиля по сей день куча фанатов по всему миру во вторых очень много таких вот интересных отсылок например штатная выхлопная система и диаметр каждого из этих патруков как раз составляет 86 миллиметров но это не все если взять силовую установку мотор то диаметр поршня там также будет 86 миллиметров и ход коленчатого вала тоже 86 миллиметров то есть это так называемый квадратный мотор но про него конечно это наверное самое интересное в сегодняшнем обзоре чуть позже интересно что центр тяжести этого автомобиля находится всего на высоте 46 сантиметров от земли и что касается вообще позиционирования автомобиля здесь у нас четыре места конечно за мной уберется наверно только ребенок но по сути этот автомобиль можно использовать в трех основных назначениях первое это как профессиональный инструмент для дрифта но здесь конечно потребуется большие доработки второе как отличный автомобиль на каждый день но с определенными нюансами по эксплуатации но он будет способен принести для вас достаточно яркие эмоции и третье это наверное как машина выходного дня и по сути теперь наверное у вас есть в голове понимание что это за автомобиль если вы до этого с ним никогда не знакомились и теперь давайте перейдем конкретно к изучению именно этого экземпляра здесь напомню 2012 год выпуска было у нас два физических лица собственника пробег сейчас на щитке 168 тысяч километров то что этот автомобиль достаточно активно эксплуатировался я думаю вы и сами уже успели заметить и действительно первое упоминание кузовного ремонта здесь было на пробеге 12 тысяч километров далее было несколько расчетов и ремонтных работ по переднему бамперу по капоту по крыльям по оптике то есть скажем так автомобиль повидал кузовной центр далеко не один раз и давайте теперь посмотрим спустя 10 лет и 160 тысяч даже 170 тысяч километров пробега как выглядит кузов этой gt86 вообще как-то мне понравится выражение если твой автомобиль с трех метров выглядит неплохо значит он действительно выглядит неплохо но конечно если подойти поближе здесь уже большое количество изъянов конечно в любом автомобиле который активно используется никуда не обойтись без вот таких вот нейлоновых стяжек они здесь выполняют очень много функций бампер конечно уже еле держится на месте противотуманные фары передние от песка строена настолько что через них уже вообще ничего не светит но кстати состояние оптики она здесь напомню менялась на пробеге не помню на каком но выглядит на самом деле достаточно все бодро бампер конечно передние нужно основательно ремонтировать капот здесь тоже не выдерживают уже никакой критики здесь уже местами отошел и лака было подкрашено все это дело видимо из баллончика здесь вот у нас поворотник вообще к сожалению уже не фиксируется периодически он вываливается но выглядит на самом деле достаточно неплохо что касается стоек и крыша здесь вот такие вот уже сколы но кстати несмотря на то что такое достаточно большое количество изъянов лкп мне нравится то что нет никакой коррозии нет никакой эрозии и по сути это все такие боевые шрамы этого автомобиля если здесь облить кузов либо частично местами где-то локально подкрасить то вид по сей день будет достаточно крутой двери пороги здесь на самом деле ничего прям такого фатального я не вижу конечно есть здесь уже не работающие фиксаторы дверей задняя часть автомобиля здесь конечно все уже намного интереснее потому что задний бампер я так полагаю кто-то наверное красил вообще просто из баллончика часть этой краски попала на пару но в общем такой скажем боевой хачероку здесь у нас соответственно тоже непонятно но я думаю вы здесь вот этот прекрасно видите здесь где-то местами уже и треснула краска здесь вот соответственно уже нет никакого лака но это просто видим было покрашено валиком тоже соответственно распространенная болезнь на то что все крепежи бампер уже мягко говоря не держит здесь большое количество вмятин вот таких вот тоже видим покрашена из баллончика если к этому кузову приложить руки то в принципе машина будет выглядеть круто не только с трех метров что касается салона конечно этот пробег этот возраст тоже не прошли для него легко но сиденье конечно если вот с визуальной составляющей здесь вот так вот ободранная видно уплотнитель но сам профиль при этом остался первое с данным ничего не проваливается и этот ковш по сей день конечно с точки зрения эргономики необычайно удобен педали конечно протерлись это все понятно в принципе мы сегодня здесь с вами не за этом но все вот эти вот органы управления селектором переключения передач вот этот ручник на самом деле материалы тойотские показали себя достаточно износостойкими что меня честно скажу радует но честно говоря когда покупаешь и рассматривать gt86 это вообще все вторично теперь я предлагаю перейти пожалуй к самому главному это к мотору и посмотреть жив ли он тук-тук-тук а кто это у нас здесь стучит это обмен опытом между тойота и subaru как вы знаете у автомобильных концернов достаточно распространенные так называемая best practice то есть обмен опытом кто ты отдает свои классные технологии кто-то отдает свои текущие форсунки но суть сегодня немного не про этом это мотор оппозитные как вы знаете они в основном используются на модельном ряду subaru в том числе это является их визитной карточкой конкретный этот мотор это симбиоз инженерных решений subaru и тойота но в основном конечно здесь был мяч на стороне subaru то это добавил несколько интересных решений в том числе например впрыск d4s это гибридная технология которая подразумевает наличие двух форсунок на один цилиндр то есть одна форсунка непосредственно в камеру сгорания 2 форсунка распределенная в пускной ресивер этот мотор по тойотовским индексом имеет литеру 4 u gse по субаровским fa20d и на самом деле здесь очень много интересных нюансов и как вы наверное уже заметили этот мотор не обделен лишними звуками стать интересная историческая справка для тойота это не первый далеко оппозитник потому что по моим в 60-х либо в семидесятых у них было несколько собственных разработок двигателей с развалом 180 градусов они были малообъемные порядка 0708 литра но имейте ввиду что это не первый оппозит от subaru здесь у нас высокая степень сжатия 12 половины к одному и этот мотор так называемый квадрат то есть у нас диаметр поршни 86 миллиметров и ход поршни тоже 86 миллиметров отсечка 7 400 мощность 199 6 лошадиных сил в до рестайлинга и 205 лошадиных сил после рестайлинга и крутящий момент тоже около 200 ньютонов то есть понятное дело что этот мотор достаточно верховой но при всем при этом за счет фазы вращателей на впуске и на выпуске он достаточно комфортен и при городских перемещениях паспортный разгон до сотни здесь механической трансмиссии порядка 75 76 секунд на автомате можно разогнаться в районе 8 секунд и по факту машины едут даже чуть быстрее и конечно как и все оппозитные моторы здесь очень много нюансов которые могут негативно сказаться на общем ресурсам автомобиля первое что здесь было это отзывная кампания всего в россии было продано порядка 350 таких автомобилей и тойота в свое время вовремя заметил то что может на высоких оборотах зависнуть клапана что приведет возможно даже к гибели мотора поэтому все автомобили были вызваны в дилерские центра ним по гарантии меняли пружинки клапанов конкретный автомобиль тоже часто вот сервисная компания но на самом деле это меньше изов здесь традиционно используется достаточно слабый масло насос 2 здесь заводы отсутствует масло кулер а как вы поняли эту машину можно использовать достаточно активно она развивает и скорость более 200 километров в час она умеет достаточно круто ездить боком кстати зацените как при динамичной езде разогреть это масло до 120 градусов по цельсию более не составляет никакой проблемы и в основном большинство моторов этих ложилась именно после такой эксплуатации когда например вы достаточно долго едете активно потом например останавливать из-за того чтобы падать в пробку масло и голодание и четвертый вкладыш вам передает привет мотор стучит кулак дружбы и соответственно все достаточно быстро заканчивается так называемым сталинградом и после этого качественно отремонтировать этот мотор уже достаточно проблематично по сути основные нюансы этого мотора заключается лишь том то что люди во первых практически никогда не соблюдали регламент по замене масла и меняли его каждые 10 тысяч километров при такой эксплуатации оптимально это 5-6 тысяч второе если вы планируете на этом автомобиле ездить активно то первое что нужно сделать это установить дополнительный масло кулер для охлаждения и на самом деле на импортных форумах очень большое количество обсуждений где люди даже делали там полный разбор поведение этого двигателя с масло кулером и без в различных тепловых нагрузках с различным маслом 0 в 25 в 35 w 40 и все пришли к тому мнению что масло кулер здесь обязательно должен быть второе это вернее не второе даже а третье из-за того что у этого двигателя очень высокая степень сжатия напомню 12 с половиной к при том здесь нет ни цикла откинсона не цикла миллера то есть это классический цикл от и это подразумевает использование исключительно девяносто восьмого либо сотового бензина здесь такие машины и на заправке видел заправляют иногда и 95 и в совокупности высокий температурный режим низкое качество gsm долгий регламент замена плохое топливо конечно убивают эти моторы на 40 на 50 на 60 тысяч километров но эта машина кстати как вы видите достаточно неплохо обслуживалась как бы это удивительно не звучало при такой внешней составляющей и этот штатный оппозит умудрился пробежать 168 тысяч километров конечно сейчас он требует уже углубленной диагностики либо здесь потребуется какой-то капитальный ремонт либо даже проще будет поставить какой-то мотор другой аналогичный но как правило многие поступают более радикально потому что эта машина на самом деле еще отлично подходит как заготовка для соревнований как любительских так и профессиональных и сюда зачастую ставят мотору уже один gz 2gz то есть 6 цилиндровые трехлитровые уже с турбонаддувом где мощность можно уже довести там до 600 700 800 лошадиных сил и на самом деле не сильно фатально страдает развесовка да то есть многие думают что если на переднюю ось поставить не 4 цилиндра 6 еще из турбонаддувом то потеряется вся философия этого автомобиля я видел на самом деле пример установки более мощных и более тяжелых двигателей и после этого машины замеряли плане развесовки и массы и на самом деле развесовка там менялась буквально на два на три процента то есть это абсолютно не критично также по этому мотору кроме масляного голодания всех вот этих вот нюанс есть еще несколько болезней также с полом где стоит отметить еще катушки которые быстро выходят из строя это колечки под форсунками которые теряют свою герметичность и вот этот вот легендарный вакуумный насос который вращается от распределительной валы и находится со стороны пассажира как раз таки из-за выхода из строя этого вакуумного насоса и начинается металлический звук из-под капота и многие ошибочно его путают сдвигатель внутреннего сгорания также автомобили начинают плавать обороты из-за некорректной коррекции иногда бывает проблематично запустить на холодную и как правило все это лечится либо в ребилдом либо соответственно установкой нового вакуумного насоса то есть если у вас лишние звуки из-под капота не сразу это обязательно будет стучать 1 либо 4 цилиндр первое чтобы я углубленно изучил здесь это как раз таки вот этот вакуумный насос то есть резюмирую по мотору мотор очень специфичный да конечно он может принести вам незабываемые эмоции да когда атмосферный мотор крутится 7 400 и 200 сил с двух литров то есть это 100 лошадиных сил с одного литра объема и действительно круто даже по сей день но этот мотор как раз таки тот редкий случай когда ресурс двигателя напрямую влияет от того как вы его будете обслуживать и как вы видите даже при такой активной эксплуатации но при соблюдении всех регламентов при условии того что этот автомобиль делают люди которые понимают что такое позитный мотор как здесь меняются свечи какие здесь есть сильные слабые стороны то 168 тысяч километров он способен пройти хотя как вы посмотрите среднестатистически такие моторы не дохаживают и до сотки и мораль сей басни такова то что нужно правильно обслужить свой автомобиль особенно в текущее время но что касается двигателя здесь на самом деле можно рассказывать достаточно много потому что есть куча формах есть куча людей которые про это двигатель вам расскажут вообще все это да все его технические решения нюансы и все прочее но в принципе основной наверное рассказал и теперь давайте перейдем к следующей вещи который мы с вами видим под капотом а именно коробка переключения передач что касается трансмиссии на gt86 который официально продавались в россии это шестиступенчатая механика на самом деле в ней нет ничего интересного за исключением синхронизаторов первых-трех передач они конусного типа и коробка способна выдерживать достаточно большие нагрузки 2 это айсен а 960 эта коробка которая также используется на таких автомобилях как lexus айс она способна переварить до 450 ньютонов крутящего момента и с этим мотором где максимальный пик это 205 ньютонов но там плюс-минус то ее ресурса на самом деле хватает просто слегкой но при активной эксплуатации при частых бернаутах при частном дрифте из строя может выйти фрикционных первых двух передач а в целом при своевременном замене масла эти трансмиссии что механика что автомат на самом деле являются сильнейшей частью это gt86 и они вам на самом деле не принесут никакого дискомфорта потому что конкретный этот экземпляр при пробеге 170 к этой гидромеханики нет мягко говоря ни одного замечания при всем при этом она все также бодро переключается также держит передачу и на самом деле трансмиссии это однозначно сильная часть gt86 а теперь давайте еще чуть проговорим про подвеску потому что на этом пробеге 170 тысяч честно скажу да мотор подстукивает издает лишние звуки иногда плавают обороты коробка все отлично рулевое все отлично по подвеской вообще нет никаких нареканий первое что здесь стоит отметить то что так как это все равно toyota все запчасти здесь на самом деле максимально доступно несмотря на то что здесь у нас идет исключительно низкопрофильная резина что в принципе вполне ожидаемо обратите внимание на размерности это исключительно 215 резина либо даже иногда бывает 205 и это на самом деле очень важный нюанс потому что чтобы машина максимально эффектно могла дрифтить да при таком маломощном моторе резина действительно должна быть не самая широкая 215 это оптимальный тип размер что касается тормозных механизмов стоек стабилизатора ступичных это на самом деле все достаточно доступны из того что чаще всего уходит из строя это как раз таки ступичные подшипники остальная подвеска на самом деле феноменально крепкая надежная но здесь стоит отметить то что как правило все gt86 они на тюнинге и штатных производителей как раз таки подвески остается немного но вот конкретный этот автомобиль у нас на оемном исполнении то есть здесь все с завода и на самом деле скажу честно по подвеске вообще нет никаких нареканий то есть тойота так ну что теперь давайте немного ретроспективный тест драйв посадка конечно за рулем очень специфичная но сидеть необычайно удобно ковши ярко развитая боковая поддержка правильное расположение руля достаточно плохой обзор на большие зеркала и все круто есть у нас климат и обратить внимание какое головное устройство на тот момент это кстати было штатное конечно по современным меркам она уже устарела но тем не менее а тут еще смотрите какой правильный музон все подставить эту динамичную езде по органу управления здесь на самом деле все достаточно просто есть вот такой классный режим vsc спорт который делает максимально лояльность тем курсовой стабилизации есть алгоритм управления трансмиссии также можно полностью выключить систему стабилизации чтобы поездить боком но так как мотор у нас уже как вы знаете не в самом отличном состоянии лишний раз насилует машину мы не будем сразу конечно еще слышно вот этот фирменный патрубы которая идет от впускного коллектора в салон автомобиля и когда ты начинаешь активно педалировать есть вот такой вот специфичный звук он на самом деле очень приятный несмотря на то что как я повторюсь 170 тысяч пробега и мотор уже далеко не в заводском состоянии машина очень бодро реагирует на педаль акселератора то есть здорово что здесь нет никаких евро 6 никаких еще на текущий момент злых евро норм то есть чувствуется единение тебя с автомобилем и конечно вот когда начинаются виражи скажу честно что управляете этим автомобилем одно удовольствие потому что практически идеальная развесовка отличный баланс шасси с точки зрения управляемости резина michelin pilot sport и каждый поворот который вы проезжаете он ну как минимум вызывает у вас улыбку и на самом деле с учетом стоимости конкретного экземпляра этот gt86 действительно получается отличный вариант то есть можно купить настоящую toyota не с правым рулем а с левым до которая была продана официально в россии доработать ее то есть либо этот мотор либо соответственно свапнуть что-то другое и по сути у вас получится очень крутой автомобиль на котором можно очень классно кататься и для души и поучаствовать каких-то любительских соревнованиях поверьте очень здорово когда автомобиль дарит вам положительные эмоции вообще резюмирую по gt86 170 тысяч пробега конечно но это показатель уже достаточно критичные для обычного автомобиля не спортивного но машина прошла их на самом деле без каких-то фатальных проблем да есть к чему приложить руки кузов конечно лкп подустали но вот подвеска коробка все работает по сей день действительно очень и очень здорово и по сути самая слабая часть этой toyota эту subaru а именно двигатель f20d вам как обычно спасибо за просмотр напомню что ниже в ссылке по описанию я предлагаю вам выбрать следующего героя обзора автомобилей с пробегом мы можем рассказать про этот автомобиль максимально подробно в нашем фирменном стиле также скоро будут очень интересные новые китайские автомобили поэтому колокольчик вам точно необходим не забывайте про наши соцсети там у нас тоже бывает уникальный контент это и дзен и вконтакте и напишите честно ваше мнение взяли бы вы себе такой автомобиль toyota gt86 как автомобиль на каждый день либо он бы у вас был вторым или третьим в гараже и еще раз спасибо за просмотр с вами все так же я максим красильников но мы нажмем тапку пол повороте снимай и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok